всех привет всех приветствую адонис мы продолжаем проходить red dead redemption 2 и похоже вместе с сэди мы сейчас будем освобождать джона очень инициативная девушка получается она мне очень нравится классная такая пережила такие ужасные вещи собралась и стала только лучше сильнее не нужны эти птички заразы мне нужно перья собрать перья цапель принтом сейчас задание начнется зараза их очень сложно найти или это не цапля это колпица зараза какая проблема этих цапель найти три вида их розовая какая-то там белая голубая перо колпицы на а вот это вроде цапля не можете нести части это обычный перья имеется ввиду перо просто цапли там вроде необычная нужна цапка зараза понимаешься идея не могу я должна пойти с вами он мой муж я знаю что он твой муж но это дело скажем так не бояться без кровопролития не могу все постоять и пойду с вами я же сказал ни в коем случае у тебя сын сраный колпицы блин ну ладно ничего не поделаешь ну что бабоньки на дело пойдем тени и бегал не надо точно брать я настаиваю настаивай сколько хочешь но ты с нами не поедешь артур скажи что сказать что она не пойдет вместе с нами освобождать у мужа мы тебя с собой не возьмем и обсуждать тут нечего ну вот он сказал свое слово нам пора но никаких но все пройдет быстрее проще если нас будет только двое там уже джону не придется за тебя переживать все просто ну я не из тех кто любит пореветь но я очень вам благодарна да мы знаем мы вернем его тебе спасибо спасибо вам обоим причалим утром когда заключенных выведут на полевые работы там вокруг сплошные топе они послушны прикрытием надо подобраться поближе найти место хорошим обзором значит нужно только перебить охранников посадить его на лодку и уплыть вроде все просто который уже раз марстон этот парень любит попадать неприятности хотя в этот раз него вина была вместе с нами пошел хорошо что выжил так давай поближе все в порядке подойдем к той вышке хорошо не высовывайся ооо сейчас был лук что-то не подумал надо лук взять тихо работать блин запаздывание все делает там наверху охранник беру его на себя хорошо тогда я с тобой надо тихо устранять как-то они не охраняет вот подплывы все берега ты же могут реально вот так подплыть люди это все надо отслеживать давай собирайся к это новая винтовочка вот это заменим ладно где же джон кажется я вижу перед амбаром справа от нас группа людей вижу двух охранников давай убери их и пойдем вытаскивать марстона хорошо а почему нельзя пометить не мог отлично зараза постой черт кажется это не джон пойдем посмотрим ладно пойдем кажется один из тех охранников еще шевелится зараза сирена как мы так обознались а артур кто глупо получилось хорошая винтовка но темп стрельбы слишком низки давай артур не останавливайся где он ты увидишь нет эй мистер вы знаете джона марстона он он не сегодня не работает бросайте оружие дамочка нет это ты бросай сейчас же где джон марстон сегодня не у вас вена все же тогда мы сходим за ним вместе вернишься башку разнесу ясно тебе да предельно ясно ну уж нет я не могу стороны двигаться ну же дружище почему у тебя не извиниться перед давай за то что наставил мне оружие что что я сказал извинись простите мэм да ничего страшного так куда мы идем видимо ко входу и кто же заправляет этим славным заведением джеймсон сэм джеймсон то нет мистер джеймсон хэстон джеймсон и как хороший чувак ну временами он бывает весьма требователен с нетерпением жду встречи с ним они не дадут вам этого сделать это уж и тебя зависит приятель прошу вас нет ты тут у коллег на хорошем счету я бы так не сказал ну сейчас узнаем да в жесткую авантюру мы увязываемся давай видео прямо к воротам будем надеяться что хоть кому-то на него не наплевать посмотрим нам так и так придется провиваться с боем не стреляйте так дружок спокойно делай как я говорю бросайте оружие быстро она хороша джеймсон джеймсон тут он сэндени они схватили миликана схватили и собираемся его убить если вы не приведете сюда джона марстона прямо сейчас у вас одна минута начинай считать раз два три три миликин так да сэр посчитаешь за меня а то мне договариваться надо да сэр конечно сэр начинать с раз или с четыре сэр очень смешно уже наверное одиннадцать одиннадцать двенадцать тринадцать быстрее четырнадцать пятнадцать шестнадцать а ну побыстрее восемнадцать иначе я вышиваю этому бедолаге мозги и все из-за чего из-за ерунды миликин считай дальше я тебя не слышу идите сюда это ублюдки засранцы давайте же не надо плакать дружище я не хочу умирать я знаю я знаю эй эй джон привет я тоже вас люблю так давайте без фокусов иначе мистер миликин перестанет плакать раз и навсегда ладно сегодня тебе повезло бежим джон держи мой пистолет перебьем их и ноги в руки давай уходить давай да блин мы их перестреливать таки будем они уходят по мосту за ними зараза миликин хватит трястись как крыса верни сбой да но они видели все ты не говори что мы так долго потом объясню это вы на шаре прилетели да и поверь я больше никогда не залезу в эту чертову штуку а зараза блин вообще незаметно убили ух ты тут как тот не замечаешь обычно все таки в играх как-то красный экран становится перед смертью ты понимаешь это тут же просто раз все великолепно великолепно раз ты умер мне кажется так не должно быть все таки человек понимает когда он ранен как-то Ладно, сегодня твой счастливый день. Бежим! Джон, держи мой пистолет. Перебьем их и ноги в руки. Так, давай-ка что-нибудь хорошее выпьем. Вот. Смотрите, кто-то идет через главные ворота. Прикрой нас! Джон, пошли! Все, пошли! Они уходят по мосту, за ними! Меликен, хватит вестись от крыса, вернись в бой! Артур, мы тебя прикроем, пошел! Славная перестрелка. Так, вроде все чисто! Иди к нам! Отходим. Еще враги, пригнись! Да мы не виделись, Джон! Ты не говори, что вы так долго? Объясню позже. Это вы на шаре прилетели! Да, и поверь, я больше никогда не залезу в эту чертову штуку. Ну что, ребята, вперед! Да блин! Окей! 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 Слева, они идут из амбара! Ишь ты! Сзади, найдите укрытие! Так, тут уже винтовочка нужна! Давай валить! Какой план? У нас тут лодка! Сюда, за мной! Пригнись! Задержи их, чтобы мы смогли добраться до лодки! Быстрее! Нужно добраться до лодки! Живучий какой! Артур, идем! Как у нее связки не срываются? Все разом! Попадают! Меткие ублюдки! Я еще приходится тебя спасать, Марстон! Рад тебя видеть, Артур! Сюда и вы следите, парни! И это у них недружелюбные! Пора уносить ноги! Давайте, ребята, скорее! Я буду грести, а ты стреляй! Серьезно? Давай я, ты... Ты лучше меня стреляешь! Ладно, хорошо! Ты просто расслабься, отдыхай, Джон! За тебя потрудятся те, кто еще не растерял все навыки! Спасибо! Не пропускай их к нам! Разворачивайте лодку или мы вас всех перестреляем! Как они так быстро тут уже появились? Приходится сенсу еще на мышку уменьшать! Знаешь, ты мне больше нравился, когда ты был скручен по рукавам, как куриная тушка! Не сомневайся! Давайте побыстрее! Если будете тянуть время, они нас два счета нагонят! Да уж, устроил он нам разнос! Слушай, Артур! Спасибо! Не за что! Двинули! Надо убираться отсюда побыстрее, пока не нагрянули законники! Окей! Хорошо, что мы Эбигейл не взяли с собой! Так что что-то произошло в Сен-Дени? С Эбигейл все в порядке? Она в порядке! И Джек тоже! Она сумела сбежать, когда они убили Хозию! Хозия! До сих пор как-то не верится! Столько лет, Артур! Он был как... член семьи! Эбигейл тоже погиб! Черт! Ну и дела! А мы хоть... Что в итоге стало с деньгами? Они где-то на дне океана! Что? Как это произошло? Мы спрятались на корабле! Мы другому было не уйти от хвоста! Корабль угодил в шторм! И нас выбросил на остров где-то рядом с Кубой! Кубой? Погоди! Я запутался! Давай все сначала! Это долгая история! Но в общем нам пришлось не сладко, Джон! Ты это мне говоришь? Теперь мы затаились в горах на севере! У Хритаро Онох! Там есть пещеры! Пинкертон опять нас нашли, так что пришлось уходить! Да, видимо Моэй нас вылила, сучка! Так что она тоже отправилась на тот свет! Господи! Может лучше бы меня уже повесили! Имея в виду! Дач не хотел, чтобы мы шли тебя вызволять! Сказал, момент неподходящий! Так что, возможно, тебя ждет не самый теплый прием! Но ведь он всегда говорил, что своих мы не бросаем! У меня не выходит это из головы! В банке, когда меня схватили, он ведь видел! Он бы мог, наверное, что-то сделать, но не сделал! Так теперь сам на себя не похож! А может, он просто не тот, чем мы его считали! Видимо, больше нам не придется задаваться вопросом, кто его любимчик! Видимо, нет! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну вернули его мне! Мы же обещали! Джон! Откуда ты взялся? Я тоже рад тебя видеть. Я имею в виду, что никого за тобой не посылал. Я его вытащил. Я же сказал. Да, я знаю, что ты сказал. Я иначе не мог. Вот как? Да. И когда из-за этого побега на нас всех устроит облау, что тогда, Артур? Ну тогда у нас будет одной перестрелкой больше. Преданность, Артур, это не... У меня был план, черт побери! Джон! Джон! Ты мне как брат! Ты мне как сын! Я бы пришел за тобой! Они... Они все говорили, как повесят мне дач! Все говорили! Все говорили! А теперь, может, они нас всех повесят! Да уж, хреново дело. Ну, главное, мы спасли Джона. Все как-нибудь наладится. Артур? Артур! О, прости. Совсем задумался. Я думала... Ха, не знаю. Дач просил передач, что они с Моникой отправились в Анисберг. И это как-то связано Корнвеллом. Корнвеллом? Ну, ладно. Спасибо, Мерибет. Часы посещения! Хорошее название. Какие там варианты были? Быстрее можно было. Меткость низкая. Ну, ладно. Артур. Спасибо. Большое тебе спасибо. Все еще впереди, Эбигелл. Похоже, дач. Лишился рассудка, знаю. Просто будь осторожна. Мне не к чем быть осторожной. У меня... У меня ведь есть друг. Ты. Ну что ж, как тут лагерь? Все обустроились? Вроде неплохо. Место хорошее. Уютное. Более-менее безопасное. Здравствуй, Артур. Поскорей бы выздороветь. Надеюсь, Артур же выздоровеет до конца игры. Она казалась длиннее, чем я думал поначалу. Похоже, мы устроили все это заварушку просто так. Дач не упускает случая устроить сладкую жизнь тем, кто этого заслуживает. Как мне кажется, беда в том, что ему все равно с кем драться. Всех врагов мы убить не сможем. Ага. Ну и что за заговоры вы тут плетете, проклятые предатели? Ты. Когда он тебя нашел, ты был просто уличной крысой. Мистер Морган, вы плохо выглядите? Не очень хорошо, пастор. Кажется, я сильно заболел. Мне так жаль. А вы, с другой стороны, выглядите здоровым. Да, я... Я бросил все эти глупости. Кажется, у меня все хорошо. О, это чудесно. Как вам это удалось? Не знаю. Я встретил монахиню, и мы молились. И оно исчезло. Проклятие исчезло. Хорошо. Я не могу в это поверить, честно. Столько лет потрачено впустую. Ты смотри-ка. Нам уже говорили, что он стал на путь праведный. Не бывает беды без добра. О, пожертвовать можно. А, это еду просто, понятный. Я так, понимаете, улучшения чисто декоративные. Дача совсем спятил. Вика бил меня постоянно шпеняет. Это все может закончиться только одним. Огромной дырой в голове дядюшки. Не волнуйся. Мы за тобой присмотрим. То ли дело было старые времена, когда мы грабили злодеев, а потом устраивали пирушки. С тех пор многое изменилось. Можно тебя на минутку? Да. Артур, я так беспокоюсь о Карен. Почему? Ты знаешь, почему. Она долго не протянет, если будет так пить. Да, но... Это ее выбор. Я попробую с ней поговорить. Спасибо, Артур. Я тоже попробую, но... Мы оба знаем, что ничего не получится. Ну, иногда людей надо направлять. По крайней мере, пробовать. Иногда это помогает. Это она? Боже. Привет, Артур. А, это Эбигейл. Что? Полегче с этим зельем. Это и есть полегче. Все? В общем, не буду тебе мешать. Как скажешь. Так, Леопольд Штраус. Что там у него за дело? Петь грязные финансы. Мистер Морган. Герш Траус. Как вы себя чувствуете? Так же, как и выгляжу. Понятно. Вы... Вы не могли бы я заняться одним делом? Должники? Да. Да, наверное. То, как вы исполняете свой долг, достойно восхищения. Знаете, мистер Морган, вы... Мне очень жаль за вас. Нет, не важно, я не... Послушайте, Штраус. Берегите себя. Я еще не умер. Ну, конечно, нет. Так что я хотел сказать... Я, эээ... Я... Штраус, должники. Кто он задолжал? Ну, есть один дезертир из Форт Уэллеса. Сперва наведайтесь к нему. Они ищут его на дороге вблизи трех сестер. Его зовут Джей Джон Уэзерс. Джей Джон Уэзерс. Кроме того, в Аннесберге есть один шахтер. Его зовут... Ну, его зовут Артур. Так, как и вас. Артур Лондендери. Семейный человек, в отчаянном положении. Ну, вы понимаете. А больше из парней никто не может это сделать. Вы. Ни у кого больше нет вашего... Рвение. Рвение. Так? Ладно. Берегите себя, мистер Морган. Какой же Артур все-таки интересный, да? Просто чудо. Такой персонаж. Богатый. Насыщенный. Ах, тут есть... Где покопать, поизучать его. Такой он противоречивый весь. Сомневающийся. Ах. Интереснейший. Не только среди игр, вообще и среди всех произведений. Очень яркий. Нам в Аннесберг надо. Там все дела. Тут у нас, кстати, красная зона теперь. В розыске, живым или мертвым. Прекрасно. Все, как мы любим. По-хорошему, надо отсюда уходить. Не, ну, тут в лесах нас не должны найти. Пойдем сюда. Тут вроде побезопаснее. Джей Джон Уэзерс. Что вы думаете о Моле? У меня такое чувство, что она получила то, что заслужила. Я так и думал. Ладно, не буду мешать. Да-да. У тебя все хорошо, Артур? Садись, пожалуйста. Я в порядке. Ты выглядишь не очень. Ну, у меня плохие новости. Про Мэри? Нет, ну, не совсем. Про меня. Я болен. Болен? Да. Возможно, умру. Ой. Мне так жаль. Да, мне тоже. Мне тоже. Может, ты поправишься. Не думаю. Тогда... Тогда мне жаль. А дело вот в чем. С тех пор... С тех пор, как я взглянул на мир по-другому. С тех пор, как я взглянул на мир по-другому. Не знаю. Мир кажется мне иным. Это как? Даже не могу объяснить. Лучше, что ли? А это хорошо? Да, наверное. Только иногда я поступаю нехорошо. Артур, может это знак? Постарайся совершать хорошие поступки. Да, наверное. Только не всегда понятно, что делать. Ну, я про важные вещи. Знаю. Поверь мне, я знаю. Хм, отлично. Да, такие разговоры важны. Так, а тут письмецо у нас в лагере. Давайте-ка посмотрим. Сэр. Однажды вы же очень помогли мне ибо, и поэтому мне очень неудобно просить вас еще об одной услуги. Но мне больше не к кому обратиться. Но я, конечно, щедро вам заплачу. Мои родные в ярости. Они угрожают выгнать меня и помешать мне работать. Они утверждают, что моя работа их позорит. Как будто их вечная безнравственность, распущенность и пьянство недостаточно их опорочили. Ой, я должна покинуть это место. Но они посадили меня под замок. Вы мне поможете? Обычно меня можно найти у домиков на плантациях. Поместья больше нет. Как и всего того, что она собой представляла. Ваша Пенелопа Брейтвейт. А, помните, которую мы... Который мы письмо приносили на лодке. Хм. Заданница. Ну что, к ней тогда? Нет, давайте уже сюда. Выбивать долги. А потом уж как-нибудь к Пенелопе. Вот почему лошадь такие звуки издает, задыхающийся? Если честно, я бы подумал, что надо остановиться, что у нее все, энергии уже нет. А там только треть использована. Так, вопросик появился. Ты смотри-ка. Прикольно. Миллион заданий. Ну это круто. А вот сначала долги. Ну вот сейчас понятно, энергии мало осталось. Найдите Джея Джона Уэзерса. Спокойно. Изи. Что тут у нас? Не сейчас. Не сейчас. Ремонтирует колесо? Джей Джон Уэзерс. Теперь меня зовут Белый Гусь. Как вы там тебя не звали? Ты занял денег у Леопольда Штрауса. Пора платить по счетам. Сейчас неподходящий момент, сэр. Он всегда неподходящий. Мистер Штраус знал, что это долговременный заим. Срок подошел. Хорошо. У меня есть припасы на целую зиму. Можете забрать их, только... Вы не могли бы мне помочь? Если я стану здесь, потом некому будет вам заплатить. Я пришел не для того, чтобы тебе помогать, я пришел за деньгами. Мы все сейчас в очень трудном положении. Послушайте. За мной гонятся люди. Они убийцы. Я не дезертир. Я просто не согласился кое с чем. Неправильное это. Будь у меня другой выход, я не стал бы убегать. Мне нужна ваша помощь. Заткнись. Прошу вас, я... Это он. Слишком поздно. Построиться и стрелять без предупреждения. Лучше уходите, сэр. Черт. Да раз уж я здесь... Я сделаю тебе все, что смогу. Я сделаю тебе все, что смогу. Все горит, да. Как бы еще не рвануло. Где там кто? А, вот. Ну, можно с них что-то собрать. Все хорошо, милая. Можешь выходить. Дианка. Надо было мне, наверное, все-таки помочь тебе с фургоном. Возможно, мы еще сможем что-то спасти. Да ну? Слушайте, можете взять этот серебряный медальон. Еще долго. Вот. Развилка. Конечно, простить. Да черт с ним, с долгом. Тебе надо о ней позаботиться. Иди. Спасибо. В этом мире слишком мало доброты. Это я точно могу сказать, но вы... А мне точно никакой доброты нет. Классно он меняется, да? От серии к серии. От задания к заданию. Долг прощен. Как-то мучительно через него проходит все. А-а-а! Я нигде в играх такого не видел. Просто восторг. Огонь, кстати, тоже красивый. Ну, хоть давайте облутаем трупы. Ну, в принципе, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Секундочку. Письмо Мартину от отца. Письмо от разочарованного отца. Дорогой Мартин, ты должен поработать над собой. За обедом на прошлой неделе ты вел себя ужасно. Как ты мог так оскорблять священника и миссис Хилкотт? Хилкотт? Она же вдова. А он божий человек. А ты напился и такое говорил. Твоя мать была в ужасе, а я был опозорен. Если ты будешь вести себя так не только в кругу семьи, но и при людях, однажды тебя просто убьют. Я не ожидал от тебя такого. Ведь тебя воспитывали как джентльмена. Отец. Вот его убили. Везде почерк разный, слушайте. Обалдеть. Разный сад. Продолжение следует... Продолжение следует...